В предыдущих сериях Опасные кварталы Парижа И пир во время чубы для Реала Теперь я хочу рассказать про поход на стадион ФК Ницца О том, как росла моя борода и усы, вы можете пронаблюдать в предыдущих видео Первое видео я писал, когда побрился только И дальше, от видео к видео, она у меня растет И усики тоже Смотрите, наслаждайтесь ими почти в последний раз Потому что скоро я собираюсь побриться Хочу начать с того, что поразительно дешевые оказались билеты на стадион Они стоили меньше 10 евро за человека, за взрослого А детям они вообще были бесплатны Но что нас удивило, потому что цены в Ницце на самом деле очень заоблачные И там даже покушать нужно очень много денег И жилье тоже дорогое В общем, уровень жизни у них высокий А вот цены на билеты оказались дешевые Мы туда приехали днем, накануне футбола Купили без проблем билеты Парковка большая Тоже никаких проблем у нас не возникло, чтобы машину поставить Купили, поехали домой ждать футбол, собираться На стадион мы поехали на такси Во Франции работает Uber, поэтому мы без проблем заказали Приехал очень веселый филиппинец, который всю дорогу какую-то пургу нес То, что у него какие-то родственники или корни в России Но он говорил на английском, и поэтому мы не все до конца поняли Приехали на Uber с филиппинцем болеть за ФК Ницца Пришли на стадион, стадион очень красивый, современный Все очень просто, понятно, как добраться на свои места Все подписано Пришли на свои места Там большой буфет, можно купить пиво, орешки Очень хорошо развита инфраструктура Очень много семей с детьми приходит Возле нас постоянно прыгали дети На трибунах в вип-секторах сидят скучающие люди Которые там периодически хлопают За нами находился главный сектор поддержки ФК Ницца Ну, они временами как-то пытались какие-то заряды делать Но в целом все у них как-то немножко вяло было Интересный факт Когда на трибунах ультра взорвали петарду Дети резко сгруппировались и прикрыли головы руками Вот такое вот эхо терроризма И как вести себя в критических ситуациях Детей учат уже, видимо, с самого рождения Футбол не сказать, чтобы был интересный На мой взгляд, среднего качества И сильных эмоций с диким накалом мы не получили Но я не спец в французской лиге И не знаю о табличных разборках Возле стадиона есть вот такие фотозоны Обратно мы добирались тоже на Убере За нами приехал суперкомфортный Мерседес С-класса С вышибалой интеллигентного вида за рулем Мы слушали всю дорогу джаз И кроме бунжур и мерси Не сказали друг другу ни слова Два Убера, два разных мира Как, впрочем, и все в Ницце Чтоб не быть похожим на Стаса Михайлова певца И чтобы не иметь, как у Тони Монтана черты лица И чтоб все телочки прыгали к себе на кубах И чтобы вместо холупы иметь два дворца Ставьте лайки и не забывайте подписываться Следующий матч, о котором я хочу рассказать Это игра сборная Хорватии против сборной Азербайджана Она проходила в Загребе на стадионе Динамо Это был отбор к чемпионату Европы Который, к сожалению, в этом году не состоялся Все проблемы начались с самого начала Когда я пошел за билетами Во-первых, негде было оставить машину Пришлось ее оставлять на заправке И пока в ней жена с ребенком были Я пошел за билетами Прихожу, отстаиваю очередь Но оказывается, что нельзя расплатиться ни евро, ни по карточке Обменять деньги в ближайшем радиусе километра, наверное, негде Я пошел в банк Поменял евро на куны В банке, кстати, меня встретили Болельщики сборной Хорватии Спрашивали, откуда я Что там в России, как дела, как Путин Рассказывали, что они очень любят футбол Что Хорватия очень здорово выступила на чемпионате мира Я кивал, говорил, да, да, там все круто Типа, и говорю, вот, я хочу сходить на стадион Они переспросили, ты точно не в Азербайджане? Зачем тебе идти на этот матч? Я говорю, ну, мне просто футбол интересен Я обменял деньги Купил билеты И все, мы поехали Заселились домой И через пару часов уже выдвинулись на футбол Приехали на футбол Атмосфера достаточно патриотическая была Люди шли с флагами, с шарфами Толкучки особо перед стадионом не было А забавно то, что у нас в рюкзаке с собой были шишки Обычные шишки еловые Ваня в парке насобирал И когда был шмот, то есть проверяли вещи Чтобы там не протащили какие-то петарды Колюще-режущие предметы Охранники просто в шоке смотрят Что это такое, типа, зачем тебе Думают, может, это какие-то фаерановые Нет, это шишки, типа Ну, и попросили выложить Ну, дальше пришли на стадион О стадионе хочу сказать пару слов Он такой, достаточно советского типа Бетонный Ничего, наверное, примечательного нет Но очень уютный Количество зрителей комфортное И для просмотра, и для поддержки Чтобы слышно их было Мы выбрали, естественно, билеты за воротами Где весь хорватский ультрас Всегда собирается и поддерживает команду Приходим, и что нас поразило Что ультрас оказывается не только за воротами А он находится по всему стадиону То есть люди, которые в России обычно Просто хлопают или свистят на трибунах Они все как один поддерживают кричалки Которые начинают вот эта активная часть ультраса И весь стадион, получается, кричит Вперед, Хорватия! У них очень много кричалок Очень хорошая поддержка Мы находились прямо в центре ее И что еще поразительно То, что там приходят, как в Америке С подносами пива И вот люди просто их там по пять бокалов берут Все это в очень дружелюбной атмосфере происходит Пьют пиво, курят на стадионах Хорватия Хоть и в Евросоюзе находятся Но там еще остались свободные нравы И вообще, в моем понимании, Хорватия Это некое пространство, где очень эффективно работают Демократические институты Страна вольных людей С правильным представлением о свободе и патриотизме Внимание! Внимание! Внесены поправки в предыдущее видео Во-первых, в Белграде не три Макдональдса А 19 А во-вторых, я с вами остаюсь навечно А теперь голосуем Но все это были футбольные цветочки Ягодки случились с нами в Белграде На вечном дерби Но этот матч стоит отдельного внимания И о нем я расскажу в следующем выпуске Ставьте лайки, подписывайтесь Ждем! Добровь, спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...